на этой неделе все новости я считаю опередил озон несмотря на то что мы не часто от них видим какие-то прямо важные нововведения которые стоит обсудить в рамках новостей именно сейчас та самая новость которая важно для всех нас с вами потому что озон сделал интеграцию вместе с века и таким образом вы можете в свою группу уже существующую либо новую добавить товары из озонку там есть бесшумная интеграция то есть вы просто простыми словами загружаете из озона в свои группы товары а самые главные вы не просто в этой группе создаете свои товары на этом все прямо из века можно не переходя никуда купить товары на зон это на самом деле крутая история первых это интеграция двух крупных площадок во вторых на самом деле у века большая аудитория а в третьих это еще один намек на то что пора создавать социальные сети для вашего бренда например у меня есть у бренда дзен youtube запрещенная социальная сеть и века не было еще потому что с одной стороны я как такового потенциала не вижу но с учетом того что объединились две такие крупные компании имеет смысл рассмотреть это тем более интеграции будет максимально просто если у вас уже есть готовый контент для того чтобы загружать его допустим на площадку то почему бы не воспользоваться этим рассмотреть я честно скажу хочу рассмотреть попробовать как это будет работать и это на самом деле интересная и важная новость по сравнению там со всеми которые есть сегодня то есть то что они сделали это что-то новое интересное и необычное взаимодействие пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу возможно для вас это ничего не значит и я тут зря так сильно восторгаюсь хотя честно для меня вот эта новость реально крутая и неожиданно то есть это к этому ничего не вело никаких намеков не было и вот они анонсировали что на самом деле очень круто следующую ность у нас с вами касается вайлдберрис на самом деле у вайлдберрис много новостей за этот небольшой промежуток с даты последнего выпуска новостей но новости есть и первый из них это анонс который вышел 7 октября и вайлдберрис нам напомнил что они дополнительно инвестируют в скидки сейчас на сайте проходит большая акция в честь 20-летие вайлдберрис и в связи с этой акцией вайлдберрис от себя дает дополнительное вложение и скидка в п будет больше и я честно говоря решила посмотреть и проверить как на самом деле это будет работать какая там скидка правда не правда то есть вот прямо взять и проверить что я сделала я в этот же день когда увидела эту новость загрузила товары в акцию чтобы посмотреть на следующий день как изменится скидка вб я понимаю что там будет какой-то определенный лаг я дала время чтобы вот эта скидка загрузилась и что я в итоге вижу что товар который у меня не участвует в акции у не у скидка вб 24 процента товар который участвует в акции скидка вб 25 процентов честно говоря вот эта история с инвестированием но она очень сильно сомнительна потому что заявляется как мы инвестируем там покупают товары в распродаже клиенты смогут выбрать квартиру вообще короче все идите участвуйте в акции по факту разница в один процент не сильно существенно но на самом деле это просто очень очень маленькая скидка таким образом с точки зрения вот этого инвестирования но большой вопрос о чем они хотели до нас донести но есть два важных момента которые вы возможно пропустили по этой акции первый это то что данная акция помогает для тех товаров которые у вас участвуют в акции повышаться в выдаче и я на самом деле проверила разница между днем когда мои товары не участвовали в акции днем когда товар участвовали в акции 40 процентов то есть на 40 процентов выросла поисковая выдача и видимость моих карточек это на самом деле есть я проверил работает поэтому в этом плане я бы вам порекомендовал возможно поучаствовать в этой акции только для того чтобы либо продвинуть новинки либо с одной стороны сэкономить на рекламе потому что на самом деле с учетом этой распродажи реклама будет не такая выгодная по сравнению с вот этим мустом он хороший и скидки не такие большие и самое главное что нам запомнить что написал вам вайлдберрис это то что для акций запоминаем черная пятница и всемирный день шопинга вайлдберрис не будет брать в расчет цены вот этой акции с дрвб то есть все цены которые вы выставите в рамках этой акции они не будут учитываться в расчете будущих крупных акций это хорошо поэтому в данном случае я считаю если есть товары которые хотите слить которые хотите сейчас продвинуть либо это ваши новинки дать дополнительный boost хороший вариант и будет скорее всего дешевле чем реклама понятное дело нужно смотреть свою нет экономику и отслеживать результативность но это уже на ваших плечах с точки зрения рекомендации я считаю рассмотреть такой вариант можно рассчитывать на скидку в б не стоит но рассмотреть такой вариант участие можно для продвижения следующая новость у нас вами тоже касается вайлдберрис и это абэ тесты наконец-то доступны всем продавцам с подпиской джем мне очень нравится баннер которые прикрепили к этой новости потому что крупно написано что абэ тесты доступны всем продавцам и мелко чуть видным шрифтом с подпиской джем но это не важно на самом деле я уже запустила сейчас я вам покажу как работать как раз с абэ тестами в личном кабинете но прежде чем вы посмотрите что хочу сказать выявила для себя пару минусов первое что до сих пор площадка с абэ тестами не доработана часто были задают системные ошибки это первое и второе это то что нельзя запускать абэ тест на товары у которых есть карточки товара видео ну то есть я абэ тест могу проводить только для карточек в которых не загружены видео вот это вот очень сомнительно для меня но посмотрим пишите запускали вы абэ тесты будете ли вы их запускать неважно там платные неплатные кстати платный один абэ тест стоит 1000 рублей то есть бесплатно 5 в джеме все что сверху же стоит за 1000 рублей там нет какой-то накопительной системы что если берешь один абэ тест 1000 допустим опять это уже будет 4000 то есть там любом случае хоть 90 тестов дополнительно покупать все равно каждый будет стоить тысяч это с точки зрения бы тестов сейчас посмотрите как я его запускала а результаты напоминаю будут в моем телеграм-канале уже скоро выложу результаты этого абэ теста и расскажу я кстати там уже стала рассказывать про абэ тест присоединяйтесь смотрите обязательно там всегда самая оперативная информация bts необходимо ввести артикул здесь появляется конкретно ваш товар и далее у вас есть возможность загрузить фотографию которую вы будете тестировать выбираем здесь у вас возможность выбрать фотографию она загружается далее мы с вами выбираем длительность теста в днях сразу замечу что я специально сделала небольшое различие чтобы посмотреть даже банально как формулировка влияет на последующие переходы и заказа после того как выбираете длительность днях можно 7 14 я считаю 7 достаточно хватит необходимо выбрать запуск теста выбираем следующий день после настройки и таким образом дополнительно ничего делать не нужно нажимаем запланировать тест вуаля дальше мы ждем непосредственно результатов о которых я расскажу уже своем телеграм-канале следующая новость у нас с вами касается снова wildberries на самом деле ну честно говоря вот только wildberries анонсирует какие-то прям частые новые интересные изменения если вы подписаны телеграм-канал мегамаркет и даже если там не продаете вот вы посмотрите они конечно молодцы это их такая стратегия не мне судить вообще то есть это их право но я когда подписываюсь на тот или иной канал marketplace а для меня важно получать оперативные новости вот wildberries с этим справляется на ура озон я бы сказала на втором месте магнит маркет в целом часто рассказывает о своих нововведениях то есть тоже их можно на второе место отправить яндекс маркет на 3 вот мегамаркет там ну вообще ничего но кстати не вот прям буквально вчера звонили из мегамаркет они при периодически мне звонят и рассказывают новостях вот у нас там бесплатное хранение я говорю спасибо я знаю а еще у нас открылись экспресс-склады я круто но мы не там находимся и мне говорят а вы что не в москве я вру не в москве ну прямо с таким же наездом типа а вы что я вру не москве извините так вот с точки зрения мегамаркета вот мое официальное заявление если кто-то из мегамаркета смотрит мои видео было бы конечно приятно пожалуйста задумайтесь о том как вы ведете свой телеграм-канал не хватает новостей мне нужны оперативные новости хочу все узнать но этого не случается так возвращаемся к вайлберис вайлберис анонсировали запуск бесплатной грузовой доставки до покупателей по россии и в странах присутствия зона бесплатной доставки к проб на габаритных товаров до дверей покупателей это бытовой техники мебель и стройматериалов сантехники товаров для дачи охватит к концу двадцать пятого года всю территорию россии и стран присутствия компании в снг это хорошо вопрос будет завязан только на том за чьи деньги будет это бесплатная доставка да то есть она бесплатно для покупателей еще мы делаем вывод что возможно тарифы повысится для тех кто продает крупногабаритные товары через курьерскую доставку или каким-то таким образом да то есть скорее всего тарифы повысится но другой стороны мы с вами прекрасно понимаем что тарифы повышаются и так все время поэтому это у нас сильно глобально мы не удивлены а то что это сделано да это хорошо расширяется география есть возможность бесплатной курьерской доставки следовать на людям проще получать свои товары потому что я например с точки зрения крупногабарита вот стулья на которых я сижу стол на котором у меня стоит ноутбук это все было куплено по-моему на либо я на яндекс маркете вот что-то на яндекс маркете что-то на зон с бесплатной курьерской доставкой и это плюс она не всегда бесплатно но все же я в контексте того что крупногабарит это классное направление если у вас есть возможность это продавать обязательно рассматривайте эту нишу тем более для покупателя теперь это будет доставлять меньше проблем с точки зрения бесплатно курьерской доставки а это тоже является плюсом ну и следующая новость у нас что же с вами касается вайберит они рассказали что теперь в два раза снизили стоимость доставки товаров калининградскую область они модернизировали логистический центр в калининградской области оборудовав места для хранения товаров площадью 2000 квадратных метров и это позволило существенно снизить логистическую нагрузку и самое главное что я не скажу что мне сильно понравилось с точки зрения предпринимателя это у меня вызывает вопросы и того человек который продает новый адрес что теперь благодаря расширению площадей под хранение не выкупленные товары без брака не отправляют обратно на удаленные склады они остаются в регионе то есть теперь ваши товары уехавшие в калининград если от них отказались они там так и останутся и возникает вопрос а если в этом смысл ну давайте посмотрим сколько в калининграде и в области живут люди а я не знаю давайте сейчас посмотрим будет небольшое отклонение но посмотрим калининградская область количество жителей миллион 1 января 22 года это был миллион из всего того количества людей которые у нас есть в россии и таким образом у вас уже тот товар будет ожидать что хотя бы один человек из этого миллиона захочет тоже купить ваш товар как будто бы для тех покупателей товар ваш будет который там хранится будет выше но я не считаю что это рационально если вдруг будет заказ обратно в россию вопрос сколько он будет ехать это первый во вторых сколько он будет стоить для человека который допустим решил заказать в москве а в москве вашего товара не оказалось и единственный вариант калининграде вот сколько это будет стоит сколько это будет времени по доставке большой вопрос поэтому в данном случае здесь надо оценить на самом деле гениальность этой идеи и и рациональность я не вижу с одной стороны да как бы рассказывать что мы не бросаем калининград мы быстрее мы ставим товары для них все дешевле все остальное с другой стороны ну давайте посмотрим калининград это очень маленькая область очень маленькая часть людей которые я не думаю что прям очень часто заказывают хотя надо посмотреть да посмотрите у себя как часто у вас заказывают туда товары но я не думаю что прямо часто заказывать товары потому что до просходы для них цены выше да еще и сроки поэтому в данном случае как бы с одной стороны хорошо другой стороны до конца непонятно и к чему это проведет вообще неизвестно ну посмотрим тоже напишите что вы думаете по этому поводу на этом все на самом деле новостей оказалось не так много но они существенны оперативные новости выходят у меня в телеграм-канале обязательно подписывайтесь там все анонсы все самые интересные мой опыт работы и все остальное а здесь как минимум уже два раза в неделю выходит новости не пропускайте специально для вас постоянно выпускаем до встречи